как установить редактор групповой политики windows 11 домашняя если ты не знаешь как это сделать то смотри этот урок до конца я покажу быстрый способ по умолчанию windows 11 домашняя отсутствует редактор групповой политики я тебе покажу как его установить также рекомендую посмотреть вот эти два видео ссылки я оставлю в описании под роликом ну а мы начинаем давайте зайдем в сведения о системе я вам покажу что у меня windows 11 домашняя мы заходим во вкладку система переходим в раздел о системе и смотрим характеристиках windows указано что windows 11 домашняя я теперь пытаюсь запустить редактор групповой политики у меня его к сожалению нет не удается найти gp did nc к ну что давайте его установим первое что нам необходимо сделать это создать текстовый документ с произвольным именем для этого мы в любом месте рабочего стола кликаем правой кнопкой мыши в контекстном меню выбираем создать текстовый документ имя документа я задам произвольное пусть это будет джипи данный документ нам необходимо вставить код данный код я оставлю также в описании под видео открываем данный документ вставляем код обратите внимание чтобы код был корректно когда вы будете его копировать с описание под видео проверьте все внимательно переходим в меню файл и выбираем сохранить как во вкладке тип файла мы выбираем все файлы и друзья самое главное теперь на вкладке имя файла мы ставим точку и пишем бат и нажимаем кнопку сохранить теперь мы можем закрыть данный документ у нас на рабочем столе появился так называемый батник нам его необходимо запустить вот этот текстовый файл нам уже не нужен мы можем его удалить теперь друзья по данному батнику мы правой кнопкой мыши и выбираем опцию запустить от имени администратора как мы видим друзья процесс установки редактора групповых политик на windows 11 идет сейчас мы все установим и попробуем его естественно запустить итак мы видим что операция успешно завершена для продолжения нажмите любую клавишу мы нажимаем пробуем запустить редактор запустить редактор групповой политики можно несколькими способами один из них это вы нажимаете правой кнопкой мыши по меню пуск вызываете диалоговое окно выполнить и здесь вы вводите команду gp did mc к я ее также оставлю в описании под видео и нажимаете ok как мы видим редактор локальной групповой политики успешно работает на операционной системе windows 11 друзья давайте я вам теперь покажу как создать ярлык редактора групповой политик если вы пользуетесь очень часто редактором групповой политики вам естественно проще создать ярлык на рабочем столе который будет запускать данный редактор это сделать довольно просто давайте я вам покажу как правой кнопкой мыши щелкаете по любому месту на рабочем столе windows 11 выбирайте в контекстном меню создать и выбираете создать ярлык укажите расположение объектов мы можем вручную указать путь где находится редактор групповой политики но я вам облегчу жизнь и оставлю в описании вставляете данную команду gpdmsk и нажимаете кнопку далее здесь выводите произвольное имя ярлыка я напишу редактор и нажму кнопку готова теперь давайте попробуем запустить наш редактор групповой политики windows 11 через ярлык на рабочем столе два раза кликнули отлично теперь у нас есть ярлык который позволит максимально быстро запускать редактор групповой политики в операционной системе windows 1 друзья в этом видео уроке мы научились устанавливать редактор групповой политики на операционную систему windows 11 также я вам показал как создать ярлык для быстрого доступа к редактору групповой политики надеюсь данный урок был полезен ставь жирный лайк